Добрый день на 12 канале час новостей в студии Анна Кокорина и главные выпуски. Самолет, который летел из Уфы в Омск, дал сигнал бедствия. Вся последняя информация на этот час. Наживались на пенсионерах. Суд вынес приговор оконным мошенникам. Большой привет с орбиты. Российские космонавты поздравили студентов с Татьяниным днем. Желаем вам успешного покорения поистине космических вершин в исследованиях сверхсветовой скорости мысли, чувства невесомости в научном поиске. Как праздник отметят в нашем городе. Товары из Омска будут продавать в Индии. Новый горизонт открывает договор о сотрудничестве между предпринимателями двух стран. И чтобы лето провели в комфорте, в регионе благоустроят новые пляжные зоны. Причиной вынужденной посадки самолета, следовавшего из Уфы в Омск, стала разгремизация кабины. Это подтвердили специалисты Министерства транспорта Республики Башкортостан. Напомню, этим утром самолет, выполнявший рейс минеральной воды Уфа, Омск, вылетел из столицы Башкортостана и, не набрав должной высоты, дал сигнал бедствия. Экипаж передал ошибку 7700, которая обозначает аварию или другую нештатную ситуацию на борту. Было принято решение о возвращении самолета в аэропорт вылета. Посадка прошла успешно, все службы отработали в штатном режиме. На борту в этот момент находилось 99 человек, никто не пострадал. Инцидентом заинтересовалась транспортная полиция, идет проверка. Сейчас, согласно расписанию Уфимского аэропорта, идет регистрация и посадка на рейс. Вылет в Омск назначен на 14 часов 40 минут по местному времени. И к другим темам. Кировский районный суд вынес приговор банде оконных мошенников. Уголовное дело резонансное, в числе потерпевших в основном пенсионеры. По версии следствия, злоумышленники создали колл-центр, обзванивали жителей Омска и уверяли, что сейчас действует госпрограмма по бесплатной замене окон. В итоге вымогали деньги. Из зала суда наш материал. В зале заседания почти нет свободных мест. Обвиняемых по делу 10 человек. Вся прощетлица. По версии следствия, эти люди похищали деньги у пенсионеров. Я же вижу, в какую сторону снимают. Банду задержали в феврале 2022 года. Лидер группировки, как следует из материалов, уроженец Казани, приехал в Омск на заработки. Создал целый колл-центр, операторы которого обзванивали доверчивых пенсионеров. Уверяли, что сейчас действует госпрограмма. Бесплатная проверка и ремонт пластиковых окон. Но после выявляли несуществующие поломки и просили заплатить. Впрочем, свою вину подсудимые не признают. Подсудимые в системном заседании вину свою не признали. Пояснили, что работали в рамках гражданско-правовых отношений. Заключали договоры с клиентами, работали по потребностям. Соответственно, просили их оправдать. Потерпевшие отдавали последние сбережения от 10 до 187 тысяч рублей. Схема была продумана почти до мелочей. Лидер банды несколько раз перерегистрировал созданную фирму и менял название. Видимо, чтобы правоохранительные органы на него не вышли. А чтобы вызвать доверие у потерпевших, заключали мнимые договоры. Общий ущерб, причиненный пенсионерам, 800 тысяч рублей. Деньги вернули, вот только ответить за мошенничество все равно придется. Беспредел творится, ребят. Беспредел. Вина не доказана. Потерпевшие претензии не имеют. Нет вообще никаких фактов. Глава банды отправится в исправительную колонию общего режима на 5 лет. А его сообщники на срок от полутора до трех. Денис Жарко, Валентина Шемякина, Сергей Никифоров, 12 канал. Сегодня в Омске, как и по всей стране, отмечают День российского студенчества. Большой привет с орбиты и слова поздравления передали космонавты МКС. Николай Чуп, Олег Кононенко и Константин Борисов. Желаем вам успешного покорения поистине космических вершин в исследованиях сверхсветовой скорости мысли, чувства невесомости в научном поиске. Рассчитываем на ваше открытие на Земле и в космосе, на ваше служение науке и вдохновенный штурм еще не покоренных высот знаний. Именно 25 января в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Дата совпала с церковным праздником Днем памяти Великомученице Татьяны. С тех пор святую считают покровительницей всех студентов. Праздничные мероприятия и концерты сегодня состоятся во всех омских вузах. В университете имени Достоевского дадут традиционный ректорский бал. Танцевальный парад откроют полонезом. Ждут омских студентов и на городских катках. Конкурсы с розыгрышами призов пройдут на стадионах «Юность» и «Энергия». А на самом большом катке города на стадионе «Красная звезда» ожидается фотосессия с ведущими игроками хоккейной команды «Омские ястребы». Полный перечень стадионов, организующих студенческую акцию на ваших экранах. Выдавать коньки и пускать на лед там будут при предъявлении студенческого билета или зачетки с 18 до 22 часов. На катке будет и наша съемочная группа. Все подробности студенческого праздника в вечернем выпуске «Часа новостей» в 19.30. В Омской области появятся новые благоустроенные пляжи. Такое поручение дал Виталий Хаценко. Вопрос обсуждался на совещании по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Обеспечение безопасности жителей региона в приоритете. Как отметил губернатор, главы каждого района должны к началу летнего сезона создать оборудованные места для купания. В том числе сделать вышки для спасателей. Это поможет уменьшить количество трагедий на водоемах. Виталий Хаценко отметил, один из вариантов участвовать в программе решают люди, по которой благоустраивают объекты, предложенные жителями. В этом году на финансирование по инициативе губернатора выделят беспрецедентную сумму – миллиард рублей. Поддержку получат 193 проекта. Уважаемые главы, еще раз к вам обращаюсь и буду требовать, чтобы с населением вы работали, в том числе и по пляжам, чтобы один-два пляжа в списке местных инициатив у вас были. Омские бизнесмены смогут развивать свое дело в Индии. Региональный союз предпринимателей заключил соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией предприятий малого и среднего бизнеса Дружественного государства. Документ предусматривает реализацию совместных инвестиционных и инновационных проектов, культурное и духовное сотрудничество, а также организацию совместных предприятий. В ближайшее время индийские эксперты представят омским специалистам вакантные ниши товаров и услуг. Омск, в свою очередь, готов содействовать выходу на российский рынок индийских тканей и специй, а также создавать совместные производства по обработке металлов. Перспективным считают и сотрудничество в IT-сфере. Отравляющее соседство. Жители поселка Красный Яр обнаружили биологические отходы через дорогу от самого поселения. Люди говорят, на свалку регулярно привозят останки крупнорогатого скота, а иногда и черепа косуль. Такие отходы не только портят вид, но и могут быть переносчиками опасных заболеваний. Как поймать нарушителей и кто будет отвечать за это в материале Регины Абузаровой. И это только один мешок, а таких порядка 20. Под сугробами виднеются еще столько же, если не больше, а рядом поселок. Жители говорят, кости крупнорогатого скота находят здесь часто. Привозит газель. Честно, газель приезжает к кости, я сам лично его ловил, он убегал от меня по полям. По предварительным подсчетам, общий вес этой находки составляет около тонны. Люди жаловались и писали, и видео было в интернетах. Эти кадры сделаны буквально неделю назад. На фото даже останки косуль. Вот только к приезду нашей съемочной группы и специалистов Росельхознадзора пакеты кто-то убрал. Впрочем, сама свалка стала еще больше. Пока специалисты проводят осмотр, на территорию заезжает очередная машина. Мужчина утверждает, в яму сливает воду, а что на самом деле установят эксперты. А вот эти водители Камазов решают объехать полигон с другой стороны. Даже издалека видно, что в кузове отходы два полных самосвала с бытовым и строительным мусором вываливают на наших глазах. После быстро покидают место трассы, что называется Накатана. Дорога к свалке идеально расчищена, а в некоторых местах даже созданы специальные зоны для разворота транспорта. И это при том, что официальный вывоз мусора запрещен. Перед въездом на зловонную территорию запрещающая табличка. Но она мало кого останавливает. И если твердые бытовые отходы, говорят специалисты, можно вывезти в ближайшее время, то с останками животного происхождения все сложнее. Выбрасывать биологические отходы по закону нельзя. Их нужно сдавать на переработку на утильзаводы. Это не бесплатно. И, видимо, в данном случае предприниматель решил сэкономить и просто выбросил черепа на дорогу. Кости могут быть переносчиками бешенства, а также смертельно опасной болезни сибирской язвы. Неизвестно, что это за животные какие-то. Может быть, это какой-то где-то был вынужден убой. Поэтому сейчас в первую очередь надо отобрать патматериалы. И действительно, бродячие животные это все могут растаскивать. Рядом населенный пункт. Конечно, могут возникнуть разные заболевания. Это является переносчиком болезни очень опасных для человека. Возбудители в почве живут до 100 лет. Заразиться можно даже просто, проходя рядом. Впереди, по словам инспекторов, ждет большая работа всех ведомств. Ветеринарная служба уже в ближайшее время проведет экспертизу на наличие вирусов. А поиском злоумышленников займутся правоохранители. Грозить нарушителям будет крупный штраф. Регина Абузарова, Виктор Осинцев, 12 канал. Весну среди зимы пообещали омичам. Сервисы по прогнозу погоды показывают плюсовую температуру уже в начале февраля. И если в первых числах столбики термометров поднимутся не выше нуля градусов, то 5 и 6 февраля ожидается потепление до 3-5 градусов со знаком плюс. Из-за перепада температур возможно образование тумана и гололедец, и пойдет снег. Впрочем, омские синоптики эту информацию не подтверждают. Прогнозы погоды в Апертышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дают только на ближайшие три дня. Улицу в Омске могут назвать в честь митрополита Феодосия. Такую идею предложили рассмотреть депутатам горсовета. Предполагается, что название присвоят улицы в границах центрального округа Омска, неподалеку от первого и второго зеленых проездов. Они расположены между храмом Рождества Пресвятой Богородицы и территорией садоводческих товариществ. Ранее предлагалось назвать в честь владыки один из омских скверов. Добавлю, что митрополит Феодосии возглавлял Омско-Тарскую епархию на протяжении 25 лет. С его назначением в регионе стало возрождаться православие. Было построено более ста храмов и часовен. Восстановлен Успенский кафедральный собор, а также возобновлена работа Омской духовной семинарии. До плата за крепкие семейные узы в России планируют ввести единовременные выплаты к юбилею совместной жизни. Соответствующий законопроект обсуждают в Госдуме. Деньги планируют выплачивать супругам, прожившим в законном браке 20 и более лет. При этом нижняя планка в 20 лет предполагает выплату в размере 20 тысяч рублей за 25 лет. 25 тысяч и так далее. Супругам, отметившим благодатную свадьбу, то есть 70 лет совместной жизни, выплатят 70 тысяч рублей. Если законопроект примут, он вступит в силу уже с 1 июля. Жители Омской области ждет большой спортивный праздник. В рамках года семьи, объявленного президентом, в этом году Лыжня России пройдет в новом формате. Кроме гоночных трасс, для всех гостей и участников подготовят творческую программу конкурса, мастер-классы и угощения. Напомню, Лыжня России состоится 10 февраля в Омске и в 17 районах области. Главный старт на стадионе Аграрного университета в 12 часов. Всего в программе три дистанции на 2, 5 и 10 километров. Также забег 300 метров для самых маленьких спортсменов. Чтобы поучаствовать в празднике, нужно зарегистрироваться. Сделать это можно через сайт госуслуги, а также очно. 8 и 9 февраля с 10 до 18 часов в молодежном пространстве 306 квадратов, который располагается в библиотеке имени Пушкина. Отмечу, что для участия в гонке нужна медсправка. Лучшие игроки молодежной баскетбольной лиги сыграли матч звезд АСБ в Красноярске. Команда «Запад» встречалась со сборной «Востока». Последнюю возглавил один из тренеров баскетбольной команды «Нефтяник Титан» Дмитрий Придыбайло. А в ее составе играла амичка Елена Староверова. Яркие моменты звездного поединка в материале спортивного обозревателя 12 канала Алексея Дарьева. Амичка София Буза одержала победу на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Красноярские узоры». Ледовый дворец «Кристалл-арена» собрал порядка 65 спортсменов из 12 регионов России. Фигуристы первого спортивного разряда, кандидаты в мастера и мастера спорта разыграли награды в короткой и произвольной программе. По итогам турнира наша спортсменка София Буза по сумме двух соревновательных дней заняла первое место среди женщин по программе мастеров спорта. Серебро завоевала Анастасия Хохурдинова из Свердловской области. Бронзовым призером стала спортсменка Красноярского края Арина Веденеева. Стали известны первые финалисты праздника Северо-Одесской 2024 в мини-футболе на снегу. В Горьковском таре и Селькуле и Азова прошли зональные соревнования по этому виду в зачет 54-й областной зимней спартакиады. Турниры собрали 27 команд, которые боролись за путевки в финал сельского праздника. В одной из подгрупп, где сошлись Горьковский, Калачинский и Муромцевский районы, для определения мест у калачинцев и муромчан пришлось прибегать к жребию. В итоге больше повезло северянам. В решающем матче они сошлись с Омским, но там уступили 2-3. А мячи таким образом вышли в финальную часть напрямую. В других зонах победителями и обладателями путевок на праздник Севера стали и Селькульский, Полтавский и Таврический районы. Коллективы, которые заняли 2-3 места, теперь получат дополнительный шанс, сыграв в полуфинальном турнире 3-4 февраля. За оставшиеся три места поборются сборные Азовского, Калачинского, Любинского, Мариановского, Москаленского, Муромцевского, Павлоградского и Тарского районов. В Красноярске прошел матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола. Сборной «Востока» руководил один из тренеров омского нефтяника «Титан» Дмитрий Придыбайло. В составе этой сборной выступила омская баскетболистка Елена Староверова, набравшая в матче звезд 7 очков. По итогам встречи сильнее со счетом 99 на 78 оказалась сборная «Запада». Алексей Дарьев, «12 канал». Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислав их по электронной почте или позвонив в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Радио «Монте-Карло». Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Пассажирское предприятие номер 8 объявляет набор женщин и мужчин в группу для прохождения обучения за счет средств предприятия. Телефон 66 60 34. Радио «Максимум» совместно с ГИБДД по Омской области представляют. Автомобильный «Макси-квест» «Снежный драйв». 27 января на дорогах Омска тебя ждет интеллектуальная гонка. Десятки экипажей, крутые задания, призовые баллы. А в финале традиционный багажник подарков и зимний кубок «Макси-квеста». Автомобильный «Макси-квест» «Снежный драйв». Запрещено для детей. Генеральный партнер «Автохолдинг Барс». Официальный дилер бренда «Тэнк» в Омске. Партнер проекта «Топлайн». Сеть отличных АЗС. Развлекательный партнер проекта «Сказочный парк вокруг света». Соблюдение правил «Макси-квеста» обеспечивают сотрудники ГИБДД. Информационный партнер «12 канал». И о погоде завтра, 26 января. В Омске переменная облачность, возможны осадки. В ночное время 10-12 градусов ниже нуля. Температура воздуха днем минус 6, минус 8. В районах облачно, небольшой снег. Ночью минус 22, 24. Дневная температура до минус 13. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. На этом выпуск завершен. Следующий смотрите в 17 часов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин